Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбола Та Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Манчестер Юнайтед. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел шестой выпуск правдивых пенальти, так что обязательно посмотрите этот ролик, ссылочка есть на него в описании под этим видеороликом, надеюсь на вашу поддержку. Но мы продолжаем с вами, у нас карьера за Манчестер Юнайтед, сегодня у нас три матча, матч в Кубке Англии против Брайтона, домашняя игра, домашняя идет дальше игра в чемпионате против Кристалл Плесса, ну и выездная против Лестер Сити. Интересные у нас действительно ожидают сегодня матча, переходим к игре в Кубке против Брайтона, посмотрим. Так, ну ДХ точно будет на воротах из-за того, что Хендерсон даже не в полной своей готовности, ну и также всех вот на пиковой форме я сегодня выпущу. Ну что же, вот таким составом мы выйдем против Брайтона, посмотрим, что у нас из этого выйдет, домашняя все-таки игра, ну вроде как в Кубке на нейтральной территории будем играть, поехали. Итак, МЮ против Брайтона, Кубок Англии, играем мы в Лондоне, кстати, на Эмирейтс, поехали. Так, Ван Бисако прямо с последних сил, и подача, и это гол на 94-5 минуте, но на дополнительное уже время Решлард забивает, выводит нас на последних минутах. Вперед, отлично, замена наша сработала, супер, здесь очень хорошо Бруно на Ван Бисако, Ван Бисако хорошо прям подал в последнюю минуту, и в лед Маркус Решлард от штанги забивает, и Манчестер на этот выигрывает этот матч, отлично, 1-0. Смогли в конце прям дожать Брайтона, но игра была очень равная, не получалось нас до этого забить, и по владению даже нас вот Брайтон просто превзошел, но мы реализовали простой момент, замечательно. Итак, дальше мы будем, кстати, играть против Лестер Сити, это уже там получается либо четвертьфинал, да, скорее всего, четвертьфинал Кубка Англии, встретимся мы против Лестера, а сейчас у нас как раз игра с Кристал Пелосом и дальше с Лестером будет, поэтому мы уже отсюда, и увидим, как нам нужно будет играть против Лестера в Кубке. Итак, сейчас игра у нас против Кристал Пелоса, Хендерсон даже появляется у нас в составе, Гринвуд, понятно, что не на своей, давайте в оппозиции попробуем, пусть он центральный нападающий будет пробовать, также выйдет Джеймс, также выйдет у нас Ван Дебек, ну, в общем, признали с вами, что вот Гринвуд будет играть центрального нападающего, Джеймса и Санчо именно правых нападающих, вот Шкринер, если у него выйдет сейчас. Так, а сколько у Мактонина у него центральный сам стадион, я думаю, что это Менделев. Так, и Лангу вообще надо вот отсюда убрать, вот, ну и вот таким составом, вроде, всех глянул, посмотрим, посмотрим, как именно вот так мы отыграем с Гринвудом на острие, вроде он у меня в старте только в Кубке выходил, ну, давайте здесь сейчас попробуем вместо Марсиаля его выпустить, поехали. Итак, чемпионат Англии, домашняя у нас игра против Кристал Пелоса, сегодня у нас на острие атаки будет не Марсиаль, а Гринвуд, попробуем. Нишу, ну, также снова забыл вот номера поменять, надо успеть, а то будут у меня весь второй, так сказать, ну, половину-вторую сезона, отыгрывайте Гринвуд под восьмым номером, Санчо под тринадцатым, ну, как-то некрасивенько будет. Ой, как хорошо, и забивает, забивает Антуан Гризман свой первый гол за Манчестер Юнайтед, отлично, и причем на Олд Траффорде. Первая же домашняя игра у Антуана Гризмана, и он забивает, двенадцатая минута, 1-0. Райан Гинвуд действительно доволен приобретением таким, ну, все, как начиналось, Бруно Фернандеш на Ван де Бека, тот на Гризмана, и Гризман влет слева и между защитников голкиперу, тяжело было увидеть в момент удара, и Гризман забивает. Так, так, ну, здесь фол уже будет. Да, замечательно, сейчас штрафной еще постараемся пробить. Так, к мячу будет у нас подходить, да я не знаю даже, давайте Бруно Фернандеш с правой ноги. Удар, и это гол, и это гол, Бруно Фернандеш забивает со штрафного, отлично. 2-0, тридцать седьмая минута, капитан со штрафного забивает, отлично. Даже что за стенкой стояли еще двое игроков Кристал Пелоса, все равно получилось забить. Гризман на Ван Бесаку. И, и Гризман забивает дубль, 83-я минута, Антуан Гризман, отлично, отличная игра француза, отлично для него может стоять домашний дебют. Ну, шикарен, шикарен парень. И все, разгромная победа 3-0 над Кристал Пелосом, дубль Гризмана, гол со штрафного от Бруно Фернандеша, нам приносят 3 очка. И замечательная победа. Ни одного удара даже в сторону не нанесли для Хендерсона, шикарный матч, на аскур, пожалуйста, он Бесака 4-5 оценку получил. Я это запомню, надеюсь, и будем, если что, в следующем матче получше думать, кого бы выпускать. Ну, не сказал бы я, что он провалил игру, просто вот оценка показывает свое. 14 у нас очков до Манчестер Сити, 15-15, да, 15, а 6 очков до Ливерпуля. Вот, и у нас 4 очка Ливерсона, 4-й строчкой, вообще замечательно. Главное сейчас вот этот запал наш не растерять. Итак, последняя у нас игра на сегодняшний выпуск против Лестер Сити. Давайте посмотрим, кто у нас тут готов, кто нет. Ну, вот, Диога Долот в пиковой своей форме, Гринвуд снова на пике, поэтому его и выпускаем. Ну, и посмотрим, посмотрим. Так, я могу вместо Магуайра Байли выпустить, чтобы отдохнул Магуайр. Все такое. Кого еще могу? Вот Мэдисон надо повыпускать. Это как-то он редко у нас уходит. Могу Решер до того же. Гризман, мне кажется, заслужил отдых. Вот, ну и попробуем все остальное. Санчо также на поле. Могу Фреда даже на этом выпустить. Вот, вместо Погуб. Ну, тогда Погуба, если мы кто-то на это так. Все, вот таким составом мы выйдем против Лестера. Интересный у них состав. Госсенс, они купили. Буфон у них. Поэтому посмотрим, посмотрим. Лестер против Эмью. Поехали. Итак, чемпионат Англии. Лестер Сити принимает сегодня Манчестер Юнайтед. Интересные, конечно, трансы произошли как у Лис, так и у Красных Дьяволов. Госсенс, они подписали вроде как из Аталанты. Немецкий левый полузащитник. Вот он, который сейчас с мечом. Но мы посмотрим, как все-таки сыграют сегодня Красные Дьяволы. Так, неплохо. И это 1-0. Как же раскатали-то, а? Забивать супер-угол Джейден Санчо за Манчестер Юнайтед на выезде против Лестера. Ворота Джан-Луиджи Буфона. Очень хорошая атака, смотрите. Начали. Все отсюда. Мэдисон находит пасом, а так понимают, кто это Гринвуд. Игрин это дает голевую передачу на Санчо. Отлично сыгрались. Отличная голевая передача от Гринвуда. И все. 1-0. И Мью снова забивает первыми. Так, замечательно. Я сейчас так интересно попал в ногу соперника. Так, опасно. И это 1-1. Джейми Варби забивает 44-е минуты. Перед самым перерывом Манчестер Юнайтед пропускает. Так, а что, это пенальти будет или штрафной там? Давайте все-таки Марсиаля, пожалуй, выпущу вместо Гринвуда. Но пенальти, да, скорее всего? Да. 11-метровый против Джан-Луиджи Буфона. 94 пенальти у Бруно Фернандоша, поэтому он будет пробивать. Давайте в левый низ попробуем. Буфон. Угадал. Угадал Джан-Луиджи Буфон. Отбивает 11-метровый. Первый врач вообще мой, вроде, 11-метровый за ИНЮ. Спокойно. Так, спокойно, спокойно ДХ. Ну, первый же ДХ должен был опять выходить. Почему вот эти выходы меня постоянно раздражают в проэволюшн? Поражение от Лестера. Просто опять этот ужасный выход голкипера. Я не понимаю, здесь он должен был быть первым на мяче. То срабатывает этот, то нет. И все. Матч за нами был. Мы могли забивать пенальти выиграть, но нет. Варди игрок матча, конечно же. И мы на третьей строчке. Все равно у нас 6 очков от ссвания до Ливерпуля. 18 до Манчестера. И 1 очко лидерства над Арсеналом. То есть могли увеличивать отрыв от четвертой строчки. Уменьшать свое отставание от Ливерпуля и Сити. Так, Санчо превосходит все ожидания. Переговоры какие-то пошли. Работа скаутов нам нашли центрального нападающего. На замену, так сказать, Гринвуду. Луис Суарес. Почему бы и нет? Сейчас возвращение в Ливерпуль бы он бы еще забил. Эден Азар. А что нам чистых вообще не найдут? Ну вот Лаутар Мартинес. Интересный игрок. Посмотрим, что он там дорого стоит. Ну да, вот так вот. То есть ему только... И зарплату вообще мы его не вытянем. Если только я Джеймса там не продам. Так, давайте я, во-первых, возьму Лаутар Мартинеса в список. Чтоб потом его не потерять. Но это будет интересно, конечно, подписание в любом случае. Так. Джеймс в список трансеров. Так, и номера, да. Пока я помню еще номера. Извините, номер игрока. Давайте глянем, может там есть какой-нибудь интересный номер для Гаризмана. Что это? Такое вообще. Вот так вот. И то лучше будет, что Мэдисон восьмой, Гаризман седьмой. Ну вот. Санчу 18 вообще поставили сообщение, прочитали. Итак, все на этом, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жидану Авторитет, друзья. Всем до свидания. С вами был Игорь Негода.